Друзья, всем привет! Вы на канале АМФ Филмс. Этот фильм многих сводит с ума, а наш герой вообще будет творить... Ну да, да, да. С тобой у микрофона, как всегда, Марк, и это пересказ кинофильма... Сигаретный ожог. История начинается со знакомства с главным героем, Кирби Суитмен. Он является дилером редких фильмов, и многие пользуются его услугами. Кирби Суитмен – тот человек, который найдёт для вас любую картину, а именно любой фильм, по желанию заказчика, за большие деньги. На этот раз у него встреча с влиятельным человеком, мистером Белладжером. Он коллекционер редких фильмов, собирает по всему миру картины. Старый киноман показывает ему свою коллекцию, и просит его найти для него редкую киноленту 30-ти лет недавности. «Фе Абсолюте Монт» – «Абсолютный конец света». Этот фильм спровоцировал массовое убийство в те времена, когда его показывали. И после этого про киноленту никто ничего не слышал, якобы она сгорела при пожаре. Миллионер уверен, что копия сохранилась. «Мой источник безупречен», – как сказал он. Кирби замечает на стене большие крылья. Миллиардер говорит ему, что это реквизит из того самого фильма. Белладжер одержим этим фильмом, поэтому ему и понадобилась помощь нашего героя. Белладжер предлагает спуститься в подвал. Когда они оказались внизу, Кирби видит перед собой неприятное зрелище. Бледный мужчина в цепях. Раны на плечах, по-видимому, являются источником пары ангельских крыльев. Прикованный к цепи мужчина объясняет, что его существование связано с этим фильмом и что они повязаны. Он предлагает ему 100 тысяч долларов и показ этого фильма в его кинотеатре. Если тот отыщет эту картину для него, Свитман говорит, что готов найти ее за 200 тысяч. Он вместе со своей возлюбленной Энни страдает от наркозависимости. Молодые люди принимают решение открыть свой кинотеатр. Деньги на реализацию идеи Энни просит у своего отца Уолтера. Девушка рассчитывает, что это будет свадебным подарком. Уолтер соглашается дать нужную сумму, но при условии «это не подарок, это суда». В настоящем Уолтер приходит к Кирби и требует возвращения долга, угрожая оружием. Кирби планирует вернуть долг, получив оплату за поиски фильма. Он отправляется к литературному критику, мистеру Майерсу, в надежде найти хоть какую-то зацепку для поиска нужного фильма. Ведь именно Майерс писал рецензию к этому фильму. От критика Кирби узнает о страшных последствиях, которые он наблюдал после выхода кинокартины. Кирби, случившееся, наложило на Майерса неизгладимый отпечаток. Кирби понимает, что критик зависим от этого фильма. Но все же герой уходит не с пустыми руками. Майерс отдает ему аудиозапись и интервью с режиссером фильма. В номере отеля Кирби слушает запись и засыпает. Во сне он видит силуэт ванной. Подойдя и открыв дверь, он видит свою возлюбленную Энни с перерезанной веной. И наш герой резко просыпается. Дальше Кирби направляется в офис. Там работает человек по имени Анри Тимсон. Он говорит Кирби о том, что он не первый, кто ищет этот фильм, и лучше ему прекратить поиски. Но Кирби стоит на своем и идет изучать документы в архив, в поисках каких-то хоть зацепок. Пересматривая весь список тех, кто хоть как-то был связан с этим фильмом, он видит, что все они мертвы, за исключением оператора. Но Анри говорит, что тот ослеп и больше не желает слышать про этот ужасный фильм. Кирби уходит ни с чем, но понимает, что тот что-то недоговаривает, и подслушивает разговор. Анри кому-то сообщает по телефону, что начались поиски «Fer Absolut de Monde» и хочет встретиться. Кирби, дождавшись, когда все уйдут, предъявляет, что тот ему соврал. Позже Анри признается, что раньше был киномехаником на секретном показе фильма. Он был избавлен от смерти и безумия, потому что отвернулся во время просмотра фильма, пока в этот момент в зале происходило побоище. В конце концов, он попытался остановить фильм, но потерял сознание. А когда проснулся, то обнаружил, что его рука обгорела. Но перед этим он тоже видел странные круги в виде сигаретных ожогов. Анри понимает, что Суитмен тоже помечен, и решает помочь, отправляя его на встречу с другим коллекционером, который может ему помочь достать этот фильм, но предупреждает, что тот опасен. Кирби приезжает навстречу. Далибор, он же коллекционер, показывает, что у него остался реквизит с того фильма. Кирби осматривает коробку и находит там письмо Кати Бакович и фото со съемок фильма. Вдруг его резко хватает и вкалывает анестетик. Позже Кирби просыпается и видит перед собой связанную девушку. Появляется Далибор и объясняет, все, что он делает, это как кино, главное, чтобы были камеры. Что в том фильме снимался настоящий ангел, и которого по-настоящему мучили, и теперь все, кто его посмотрят, должны испытать то же самое. После удара Мачете отрубает девушке голову. Кирби снова видит сигаретный ожог, вспышка, и он стоит один посреди склада с Мачете, а вокруг него одни трупы. Еле живой коллекционер сообщает ему, где находится вдова Баковича, и умирает. Кирби приезжает в Ванкувер и встречается с Катей Бакович. Она делится с ним историей, куда на самом деле пропал ее муж. Ведь слухи ходили разные. Катя говорит, что ее муж помешался на этом фильме, и последний год своей жизни он смотрел только его. А в один из вечеров он завел Иванну и хотел убить и себя, и ее. Он перерезал горло Кати и себя. Только вот она выжила, а он нет. Катя Бакович говорит, что ненавидит этот фильм, и отдает его Свитмену. Кирби отдает Фин Апсалю де Монт мистеру Беллиджеру. Тот предлагает его посмотреть вместе, но Кирби отказывается и уезжает. Но позже получает звонок от того, чтобы тот срочно приехал. Когда Кирби приезжает в дом, он видит дворецкого, который порезал себя. А затем видит самого Беллиджера, который создает свой фильм, накручивая свои внутренности вместо пленки. В это время за ним следил отец Энни. Он приезжает вслед за Кирби и хочет его убить. Ведь из-за Свитмана он потерял свою дочь, потому что та перерезала вены. Между ними завязывается драка. Снова вспышка. И герой сидит вместе с отцом на сидении в зале, где крутится Фин Апсалю де Монт. Из экрана появляется Энни и убивает отца, кусая того в шею. Затем перед взором Кирби появляется она же. Кирби Свитман понимает, что ни отец, ни он сам до сих пор не могут себя простить. И убивает себя выстрелом в голову. Ангела же выпускает елижевые дворецкие, давая тому ключи. Тот забирает киноленты с собой, а проходя мимо Кирби, говорит ему. Спасибо тебе за это. На самом деле тут и добавить нечего. Потому что я огромный фанат этого сериала, и я пересмотрел все серии по несколько раз, будучи ребенком. Ну и уже и сейчас. И в скором времени мы сделаем еще пару пересказов на этот замечательный и страшный сериал. Друзья, спасибо огромное за просмотр. Как всегда, подписываемся на наш канал, ставим большущие пальцы вверх и пишем комментарии. Смотрите страшные фильмы вместе с АМФ Филмс. Мира вам и добра.